Друзья мои, здравствуйте! Всем большой привет! Давно не выходил в эфир Точнее, в эфир выходил ночной Спасибо, кто был По-моему, неплохо провели время Будем повторять А я хотел рассказать вам Помните посылку, которая пришла мне из Казахстана С большими подарочными новогодними коробками? И там, оказывается, сама коробка, упаковка была вскрыта И что-то оттуда взято было Как, вроде как, выяснили, но еще не до конца А вчера мне приходят уведомления На самом деле были две большие посылки, представляете? Вот, и вчера мне пришло, что вторая вот только пришла Первая пришла 31 декабря, или 30-го Вот я ее не успел получить, получил четвертого А вчера приходит сообщение, что пришла, да получите Короче, да получил Цельная посылка, не распечатанная Уже приятно Что в непростое время Из Казахстана она все-таки дошла Хотя отправляли одновременно две коробки Тут та же самая моя Татьяна С куснятками, которые уже не первый раз Меня балуют Но вот почему-то вторая задержалась Вот, но рука не поднялась, видимо, вскрыть коробку Вот, я так краем глаза ее в машине сейчас распечатал Дома еще покажу Вроде все на месте Там такие же еще подарки Сладости, зефирка Там это не только мне Это и соседки моей, шухрата дочки И Теони я обещал завести Хезри угостить В общем, всех обязательно угощу Но Первым делом, что я увидел Что лежало сверху Вот почему-то здесь Так правильно я не знал Вообще Курт, я думал А здесь Курут написано Ну, это вот те самые Солененькие Вкусненькие Давно их так не ел Очень, кстати, их люблю Несмотря на то, что я сладкоежка Но солененькое тоже с удовольствием Они очень приятные На вкус Какое-что там Какое-то сыно-кисломолочное Продукт какой-то, видимо В общем, вкуснятина Ну Ну, конечно же Я сразу же увидел мармеладик Думаю После солененького Захочется сладенького Так оно и получилось Кустотень Так, ну я Что я хотел сказать Я еду И когда-нибудь сам себя съем Я постоянно надкусываю язык Еще Внутри Это какой-то ужас От удовольствия Я еду делать вторую прививку Поэтому Всем прививочникам И антипрививочникам Большой пламенный привет Передаю Надеюсь, что после второй Не будет мне так Хреновенько, как после первой Ну, кто что говорит У кого первая вообще без признаков Вторая была хреново У кого наоборот Первая С признаками Вторая ничего У меня первая была Один день Реально Чувствовала, что как будто бы болею Не сильно плохо Ну, как-то так Хреновасенько было Слабость Вялость Спать хотела Хотелось Может, сейчас у меня прибьет Поспать Потому что Что-то какие-то бессонные ночи Много там, конечно Ваших советов, ребят Все я это знаю И все я это пробовал И оно периодически То помогает То не помогает Поэтому Тут надо менять полностью Образ жизни Но, к сожалению В данный момент моей жизни С такой работой, которой нету Но все равно Привычка осталась Вот И дай бог Работа вернется Все равно это все Не нормализуется Просто так быстро Только, видимо, на пенсии На старости будем спать Ложиться в 10 вечера Вставать в 6 утра Это, конечно, плохо Я знаю все это Но что делать Вчера тоже Где-то в 5 утра уснул Посмотрел, кстати Такое хорошее видео На канале FameTime Там Лаурия Лаура, да, по-моему, ее зовут Которая когда-то брала интервью У Теоны Контридзе Вот этот раз интервью было С Александром Роговым Ведущий Стилист Ну, известный очень На СТС у него там Преображение передачи Всякие разные Я его так по тусовке Когда-то, конечно, знал Видел Ну, не знаком Но Меня на него подсадила мама В свое время Говорит Просто, говорит, посмотри Какие у него У нее есть свой YouTube-канал Особенно его любимейшая Мамина была рубрика Это Завтрак с королевой Завтрак с королевой Имеется в виду Завтрак с его мамой У него невероятная Мама Просто настолько приятная Умная Хорошо Говорящая Ну, вот этот Такой тандем Матери и сына Это, конечно Смотрите Просто Любо-дорого Просто вот за этот контент Ему, за эту рубрику Отдельно ему спасибо Кому интересно Можете забить Александр Рогов В YouTube Есть у него свой канал Знаю Мама обожала Эту смотреть Потому что Его мама Показывала фотографии Каких-то знаменитостей Она оценивала Как одеты Как внешне Она их не знает Там В этом был прикол Что кто это такие Она Кого-то узнавала Кого-то не узнавала Вот Но очень интересно И мне мама все время Сообщала Срочно посмотри Срочно посмотри Очень жалею, конечно Что не сделаю Что хоть что-то похожее Потому что Мне кажется У нас могло бы Получиться Но Уже как есть Вот И Вчера я посмотрел Этот видос И уже вроде бы Вот знаете Тот момент Правильно многие писали Я так тоже Все время делал Ловить нужно Как только Я всегда засыпаю Под YouTube И как только Я чувствую Все Какая-то волна пошла Все Выключаю Как бы мне это Интересно не было Ложусь спать Но нет Лег Глаза закрыл А чувствую Просто в глазах Как это Спички вставлены И не закрываются Мои мысли Мои скакуны И вот это Все понеслось Понимаете Причем Не знаю Даже ничего такого Как бы Не загонялся Не грустил Но как-то Что-то бывают Такие дни Какие-то странные Вот Что я вам Хотел сказать Сейчас сделаю Прививку Как всегда Позвонили Так вот Сейчас сделаю Прививку И расскажу вам Как себя будут Чувствовать Сегодня И завтра И все И конечно же Хочу вам показать Мерзкую Заснеженную Москву Погодка Погодка Отвратительная Я считаю Просто Неприятная Метет И метет Давно Такой Москвы Не было Заснеженной Честно говоря Район Крылатская Все тоже Не рады снимать? Вас нет Только себя Вы же не хотите Снимать? Я нет И он будет Вроде Он и не узнает Маск Я скажу Какие вы Зачем? Я же не на память А для кого? Да Для своего Ютуб канала И даже Так делаем Спутник Второй компанией Да Все Держите Кем работает Максим? Официально Нигде Это у вас Вторая Я не официально Как же болела Рука В прошлый раз Так же будет Доброе утро Друзья Так Ну пора уже Мне кажется Новогоднюю Атрибутику Убирать Все Новый год Закончен Меня мама Кстати Всегда До последнего Любила Иногда до февраля У нее стояло Ну вот Ну я считаю Что уже Пара Парадовые Порядки А вообще Конечно Зима Уже Как бы Поднадоела Вы знаете Мою Большую Любовь В кавычках Конечно К зиме Вот Но реально Уже достала Каждый день Ребят Вот такие Сугробы На парковках Это просто Нечто Я не здесь Паркуюсь Но я паркуюсь То же самое Я уже Уже и лопату Купил И лом Купил И каждый раз Чистишь И это вот Реагент И соль Покупаешь Ну реально Уже Ну когда Когда же Уже Только проснулся Еще Постель не уврал Извиняюсь Конечно Я же должен Сказать Как я себя чувствую Сейчас Я вас Сначала Себя покажу Ну во-первых После второй Прививки Мне почему-то Захотелось Одеть вот такие Шнурочки Превратиться В дедушку То ли в бабушку То ли просто В человека Пенсионного возраста Кто-то будет смеяться Но я вам хочу сказать Это так удобно Это конечно Выглядит смешно А что это такое Белое Что-ли Но Потому что Честно говоря Постоянно Очки носить Лично в моем случае Нельзя Мне вам всегда говорила Не читаешь Не смотришь Телефон Сними очки Потом Говорит Вообще Их не снимешь Привыкнешь Без них Не сможешь Ну конечно Ты их снимаешь Бросил А когда ты нужный Опять бежать Искать По всей квартире А тут висят Как вот Пенсионеров Так и висит Ну удобно же Ну 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 Понимаю Смешно Иногда Ну что Что по делу Она вот Допустим Она вдаль Хорошо видела Но настолько Привыкла Что в очках Она всегда Ходила Поэтому Мама плохого Не посоветует Что это такое Белое здесь Кожаный Хороший Шнурочек Целых Двести Я как раз Очки Свои Отремонтировал Вот эти Вот Поэтому Ну вот Последствия Прививки Все Нежданно Негаданно Захотелось Шнурочек Такие вот Последствия Ну А если серьезно То Только Чуть-чуть Болит рука И Тьфу Тьфу Ничего Ну Так как Собственно И говорили У кого-то В первом Случае Болг Сочувствует Кто-то Во втором Может быть Еще рано Радоваться Понимаете Тогда я сразу Почувствовал В первый день В ночь И мне уже Хреново стало Сейчас проснулся Но зато Я выспался Ребята Я так выспался Видать Накапливается Тут Эта Бессонница Уснул Правда Не рано В 3 часа ночи Но проснулся В 11-20 Тут даже Больше 7 часов Мало того Что для меня Это Ну прям Хорошо И Сам сон Качество сна Не просыпался Вот это Вот самое главное Можно и 5 часов Поспать Но крепким Хорошим сном И Выспаться И давайте Я вам покажу Что В посылочке Было А в посылочке Было Зефирка Игрушка Для моей Соседки Алена Аленочка Это тебе И вот здесь Там какой-то Еще мешочек С подарочками Я его Открывать Не буду А ну как там Конфетки По-моему Вот Все дошло В этот раз Коробочка Была Запечатанная Была Еще Вот такая Вот Уже Полюбившаяся Одну Я уже Хизри Отнес Одну Ставлю Одну Отдыхает Зефир Такой Такой Зефир И Смотрите Это же Кур Просто Вкуснятина Я так давно Его не ел И прям С таким Кайфом Обожаю Просто Обожаю Я уже Вчера По-моему Говорил Это Не мое Я реально Бросил Курить Ребят Все Там Одну Сигаретку В день И То Даже Каким Неохотой Казинаки Как я Люблю Казинаки Если бы Вы знали Как их Любила Мама Вы себе Представить Не можете Уже Одну Пачку Забубенил Так Ну Вроде Все Да Вроде Все Сейчас Надо себе Кофе Сделать И Еще Хотел Вам Показать Костюм Тот Который Мы С Андреем Последний Раз Мерили Вот После Стирки Ну Я Не думаю Что Цвет Как-то Изменился Ну Мне Не Нравится Я Ему Еще Об Этому Не Сказал Мне Вообще Не Нравится Ну Пашив Понятно Это Самая Главная Проблема В Этому Костюме Пашив Вообще Не Нравится Мы Уже С Нем Решили Что Мы Будем Искать Других Кто Будет Шить Ткань Неплохая Так Вот Как-то Пашив Что-то Не То Это Мой Костюм Такой Знаете Мне Нельзя Какая Ткань Нравится Называется Как Водолазная Ну Конечно Слабо Дышащий И Его Нечасто Наш Он Мне Нравится Ночный Вот Все Кофе Поставил Сейчас Попил Кофейку Чуть Чуть Зарядку Нельзя Делать Сказали После прививки Кстати Поэтому Сегодня У меня Без Зарядки Зато С Вереночкой Смешно Да Кожаная Вот А что случилось Тоже Я Случайно Задел Ногой Твою Мисочку Да Вот так Прошел Мимо Задел И все Пробежал Отсюда Да Это Ложная Тревога Тоже Ложная Жрать Нет Так Ладно Ребята Это видео Небольшое Такое Чисто Рассказать Последствия Последствия Этой Прививочки Дай бог Всем здоровья Поеду Сейчас К папе Папа Приготовил Каких-то Котлеток Зовет На обед Поеду Ну Папа Так Более-менее Все нормально Вот Но Я всегда Ему Передаю Привет И он Вам Тоже Передает Привет И Там Многие Немногие Некоторые Писали Может Папа Там Видео Что-то Ой Не знаю Ребят Наверное Пока Не готов И вообще Будет ли Готов И Не знаю Для видео Пока Пока Я с вами Разговаривал Пришло Как всегда Новый штраф Пришел Ну Ладно Поэтому Он всегда Вас тоже Спасибо Благодарит За поддержку И Привет И Передает И Вы Ему Поэтому Ну Пока Только Так Надеюсь В дальнейшем Будущем Что-то Изменится Все А я Вас Всех Обнял Приподнял Поцеловал Все Сделал Будьте Здоровы Тошенька Будьте Тоже Сыты Всегда Все Пока Пока